Здравствуйте, друзья! Сентябрь месяц в саду. Какие же необходимо провести мероприятия по уходу за клематисами в этот период, по их подготовке к зимовке? Во-первых, необходимо при сухой погоде провести хороший полив растений. Продолжаем при необходимости, если нету мульчи, рыхлить почву и удалять сорняки. В первой половине месяца для средней полосы, а на юге и весь сентябрь, сажаем и пересаживаем клематисы. Делаем отводки, делим кусты, размножаем клематисы делением куста. Подкармливаем растения. Если в сентябре стоит сухая погода, предварительно за день до подкормки поливаем хорошо растения. Желательно рассыпать вокруг куста и заделывать в почву гранулированные фосфорно-калийные удобрения, например, осенние, примерно 20 граммов на куст. Я убираю мульчу, делаю лунку, рассыпаю гранулки и присыпаю сверху компостом. И затем уже раскладываю мульчу из полыни и бархатцев. Эта мульча как профилактика от грибковых заболеваний и от галловой нематоды. Такую мульчу я использую в конце лета и осенью, когда в избытке бархатцы и к этому времени уже заготовлена высушена полынь. Травы я измельчаю и мульчирую кусты. Можно использовать для подкормки монокалийфосфат. Одна столовая ложка на 10 литров воды. Разводим и поливаем кусты. Или калиймагнезия и суперфосфат. 20 граммов калиймагнезия плюс 20 грамм суперфосфата на 10 литров воды. Суперфосфат, правда, очень сложно растворяется в воде, поэтому используем тёплую воду. Либо разбросать эти гранулы вокруг куста и заделать их в почву. Калиймагнезия – очень хорошее удобрение. Кроме калия и магния, оно содержит серу, укрепляющую иммунитет растений. Удобрение великолематиса осенью лучше вносить в сухом гранулированном виде, так как растение зимой не будет активно накапливать питательные вещества. А к весне микроорганизмы, находящиеся в почве, переработают все вещества. И весной они будут доступны растению. Через неделю после подкормки необходимо рассыпать под каждый куст 1, а лучше 2 стакана древесной золы. Зола содержит калий и фосфор. Всё, что нужно для корней и закладки почек на следующий год. Для южных регионов, где у многих клематисов после летней обрезки продолжается цветение, только после его окончания кусты начинаем подкармливать так, как я уже сказала выше. Для профилактики грибковых заболеваний, в том числе и увядания, почву вокруг растений и их основания опрыскиваем каким-либо фунгицидом. Это обязательно мероприятие, которое мы с вами проводим 1 раз в месяц. Используем для этих целей один из препаратов – фундазол, максим, скор или топаз. Или опудриваем хлорокисью меди или триходермина. Или обрабатываем фитоспорином. Какие выбрать препараты, более токсичные, либо менее токсичные, решать вам. Я бы, конечно, посоветовала менее токсичные препараты, либо биопрепараты. При работе с токсичными препаратами не забывайте о мерах предосторожности. То есть используйте перчатки, маску и защитную одежду. Если в саду есть поврежденные кусты клематисов, перед обработкой необходимо сначала удалить все больные листья. Если повреждены полностью плети, тогда их срезать совсем, убрать из сада или сжечь. Такие же мероприятия по осенней подкормке и обработке от болезней провожу в саду и на розах, и на декоративных кустарниках, на гортензиях, древовидных и травянистых пионах, и на многолетниках. Ну вот такие основные мероприятия по уходу и подготовке клематисов к зимовке. То есть подведу итоги. В сухую осеннюю погоду поливаем кусты, рыхлим удаляем сорняки, подкармливаем осенним удобрением без содержания азота, и обрабатываем почву вокруг клематиса и основания от грибковых заболеваний и увядания. Проведите такие мероприятия вовремя, позаботьтесь о правильной подкормке, и результат вас порадует на следующий год. Об обрезке и укрытии клематисов будем говорить в октябре, а на сегодня все. Буду рада, если видео для вас будет полезным и своевременным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.